Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Ананас ТВ, и сегодня у нас в гостях Надежда, и мы поговорим с вами о жизни в Турции. И пока мы начинаем интервью, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, чтобы я больше не надоедала вам. Вот так вот. Он нам еду привезет. Серьезно? Я все время думаю, кто в парке заказывает еду. Думаю, так странно. А надо было соглашаться. А там еще платить, наверное, ему надо. Нет, ну и спортом мы бы отказались. Такие, ой, а нет. Это вот парень с девушкой, с собакой. 100%. Начнем с первого вопроса. Это как долго здесь живете и в каком составе сюда приехали? Так, ну мы живем здесь уже около года. Приехали мы всей семьей. И с собой мы в Афганистане. Она 15,8 лет уже. Ну, я и муж. Перейдем к следующему вопросу. Как с изучением турецкого языка и тяжело ли обходиться без знания языка? Вы знаете ли вы английский как-то? Так, ну без знания языка обходиться здесь можно. Практически все так и делают. То есть в Турции, по крайней мере в Анталии, язык, ну это вообще не необходимость. Это мы все уже знаем. Но если жить здесь уже на постоянном месте жительства, то со временем уже надоедает не понимать, и если тебя не понимают, там некоторые вещи. Ну в итоге мы решили, приняли такое решение, что мы хотим знать язык, и мы его изучаем. То есть мы входим на курсы и пытаемся, пытаемся, стараемся. А курсы бесплатные или платные? Курсы у нас по категориям, там за одну категорию, где-то за обучением мы платим около 100 лир за 1. Ну я так понимаю, уже что-то получается, да, уже что-то есть понимание? Пока самое начало это А1, ну можно сказать, как раз вот только понимание начало, да, то есть уже здорово. Следующий у нас вопрос, с кем работаете и, собственно, откуда поступает доход? Ну в нашем случае доход из России. Здесь мы не работаем, так как работать здесь без гражданства, как все знают, невозможно, если у вас нет работодателя, который вам сделает эту визу рабочую, да? Или нелегалом возьмет? Да, ну нелегалом мы не хотим здесь быть, мы хотим, чтобы все было по закону, поэтому пока так. Пока так, что будет дальше, время покажет. У Надежды есть свой YouTube-канал, и мы там подсмотрели, что у вас появилась квартира своя в Анталии. Вот если не секрет, сколько стоит, где находится, плюсы-минусы, возможно, выявленные со временем, именно вот о недвижимости. Так, ну квартиру мы приобрели, да, уже несколько месяцев в квартире. Купили мы ее тоже в районе, там, ближе к центру, район Чемпреев, называется, минусы-плюсы. Ну, взяли мы квартиру в старом доме, в фонд старой ей этой квартиры, дома, 28 лет. Что мы заметили в итоге? То, что 28-летний дом оказался намного лучше, чем 8-летний дом, в котором мы до этого арендовали квартиру. Да, потому что в 8-летнем доме картонные стены были. Как здорово, да, слышать соседей. Там мы здоровались с соседями, желали им спокойной ночи перед сном. На самом деле, прям, очень все слышно, слышимость нереальная. Ну, то, что квартиру мы взяли из бюджета, это понятно. Но то, что она, естественно, под ремонт, в квартире нужно обязательно заменить двери и окна. Ну, и, в принципе, все там. Какая-то покрасочка, что-то такое, главное. Мы начали потихоньку делать, но в связи с тем, что мы пробиваем в Курске, мы немного расслабились. И пока что что-то мы повременили с этим делом. Сейчас, тем более, лето, как-то дома нас особо нету, и, в итоге, мы будем чуть позже заняться этим делом. И подскажите, в какую сумму обошлась вам квартира? Так, ну, по расходам я подробно-подробно рассказывала. Если кому-то интересно, можете, опять же, найти это видео. Оно есть. Но сейчас я скажу такую общую сумму, вместе с расходом на оформление, у нас вышло 262 тысячи турецких лиц. Здорово, прям хорошая сумма. Ну, да, даже местное население говорило нам то, что вы очень даже неплохой вариант подобрали. То есть за такую сумму здесь практически нереально найти. И, учитывая то, что сейчас уже даже был скачок подорожания, и даже сейчас она уже чуть дороже. Еще такой вопрос. До моря у вас сколько минут? Ну, минимум 40 минут мы идем. И когда жарко, если честно, то немного сложновато идти. А возможность как-то доехать на автобусе вообще есть, да? То есть при транспорте там все в порядке, поэтому так можно не заморачиваться, где ты живешь, транспорты взять хорошо. Следующий у нас вопрос. Дети уходят в турецкую школу, либо в русскую школу? Дети уходят в турецкую государственную школу. Младший ребенок ходит в первый класс, закончил первый класс. Ну, отлично, между прочим. Обалдеть, поздравляем вас. И старший в лицей, первый класс в лицее это называется. По российским меркам это девятый, да, классы? Нет, по российским меркам, я так поняла, это училищ. А по стоимости это, то есть платно, бесплатно? Нет, это все бесплатно абсолютно. И мало того, что их финансируют на учебники, максимум, что мы покупали, это футболку, как школьная форма, которая стоит... Футболку? Футболка, это такая школьная форма, красная, этот, с рудничком, как они называются? Пола? Пола, красный пола у них, такая форма в их школьном, ну, в их лицее. И стоит она, то ли 40, то ли 60 лет, не полная. Ну, это все, все расходы, которые вы получили. Ну, самое замечательное, мне кажется, что на учебники выделяют, да, это прям... Да, у тебя такие цветные, яркие, красные. С картинками, да, самое главное. И самый такой интересный вопрос для родителей, как дети адаптировались легко, тяжело, появились ли друзья, как с турецким именно, раз турецкая школа. Ну, в принципе, насчет адаптации, адаптация была, был какой-то период времени, когда не то чтобы тянуло туда, откуда мы приехали, а было такое непонятное состояние, когда мы с Акимом, мягко говоря... Ну, в общем, адаптация была, да, ровно три месяца, в жизни, естественно, мы заметили на этом этапе, причем мы обоих. Вот. И, а сейчас я их пугаю, будете себя плохо вести, отправлю вас в Ульяновск. Вот это мотивация. Не знаю, я в Ульяновске был, вроде, хороший город. А я ничего против Ульяновска, ты не хороший город, да, но, однако, что и в Анталии, а в Ульяновске. Ну, и самое интересное, еще раз спрошу, как со сверстниками происходит общение, то есть, я так понимаю, кем знает только русский, да, а не турецкий, и как это происходит? И с учителями, вот самое интересное, да. Да, и с учителями обучение, вот этот весь процесс. И с учителями учителя пытаются его обучать тоже турецкий, ну, когда есть окна, когда дети, например, не ходят, там, многие приняты так, что, ну, не весь класс в полном составе, а могут даже вообще не прийти, например, на онлайн-уроки в основном, потому что в оффлайне они учились очень мало, то есть, буквально там три недели за весь год, ну, месяц максимум. А в онлайне, например, если, например, учеников, кроме Акима, никого нет, то преподаватели сидят и занимаются с ним турецким учителем. То есть, они помогают, да, всячески, не отворачиваются? Да, нет, однозначно нет, то есть, он сидит с ним, целое занятие там объясняет ему на пальцах, что и как, задает вопросы, ждет ответов, ну, и так далее. А насчет друзей, у Акима друзья все русскоговорящие, с туркоговорящими друзьями, здесь он не общается и с язычными друзьями, да, чисто туркоговорящие, чисто турк нет. Что касается Савы, младшего ребенка, которому 8 лет, как у него дела в школе, как с друзьями, не, ну, это понятно, что отлично именно. Отлично-то понятно, да, но в школу он идет с удовольствием, это, и то, что они играют все время в школе, ему это очень нравится, и поэтому, как бы, с друзьями они там, ну, находят общий язык как-то и без знания языка, где-то что-то понимают, как-то общаются, и поэтому, как-то так. То есть у ребят прошла адаптация, в принципе, достаточно так мягко, да, Елена? Ну, так адаптация-то была вот как раз не особо так, нас немного удивляло что-то другое, как-то вот, как будто бы все по-другому, ну, там, не объяснишь, там, какое-то внутреннее состояние его надо было прочувствовать, но, видите, я у вас спросила, у вас почему-то его не было. Ну, я не знаю, ну, приехал бы, ну, просто в другую, ну, я-то с детства привык, что я постоянно переезжаю, как бы, для меня это норма, да. Жена, наверное, со мной мешала, только там, спасибо. Ну, да, с кем повезешься. Вот, и я, Елена, ну, что, ну, то же самое место, ну, то есть, не то же самое, а то же самое переезд, но просто в другое место, ну, не понимаешь, что езжай, да и черт с ним, как бы, что, продукты те же самые магазины, ты видишь. В крайнем случае мучаешь. Ну, да, да, в крайнем случае, а че? Молодцы, хорошее отношение с бизнесмой. Самый такой интересный вопрос, какие минусы в Анталии? Назад, я так понимаю, вы не собираетесь, но все же, возможно, есть какие-то минусы. Мы уже не замечаем, у нас, которые минусы были, мы уже их переделали все в плюс. Прямо нам казалось, что тут грязно. Это и есть такое. Так в итоге мы сейчас идем, а почему нам здесь казалось грязно, вот именно в этом месте? Здесь же чисто. Мы же можем сесть и посидеть здесь прям полный. Ну, как-то в итоге у нас все минусы были в плюс. Я не знаю почему. Не могу. Может, понравилось, не знаю. Не знаю, мне кажется. Притерлись. На этом у нас с вами, дорогие друзья, интервью закончено. Если какие-то остались вопросы, мы ссылку, еще раз повторюсь, оставим на YouTube Надежды в описании. Можете заходить спрашивать, также задавайте под видео. Собственно, все. Пока-пока. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Я за вами слежу. Да. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...